Ребят, я подошел в салон, где можно постричься. Называется Barbershop Body. Хозяин салона. Илья Пашков. Илья, как давно организовали этот бизнес? Ооо, это было лет, наверное, четыре назад. Когда еще ничего не было в Праге, никаких мусских стрижек, никакой тенденции барбарской. Мне очень понравилось просто это видео в Ютубе, там смотрел про Чикаго и всякие дела. Плюс там гангстерская тема, 60-е годы, сухой закон и все остальное. И как-то подвигло на то, что просто это было очень интересно. Начал тренироваться и набирать публику какую-то инфи, которым было интересно просто что-то новое. Ну как бы новое, давно забытое, старое. И так вот по чуть-чуть собралась своя клиентура, и потом мы открыли это место. Понятно, вообще легко тут открыть бизнес в Праге? Ну, не сложно. То есть если соблюдать все правила игры, то ничего сложного нет. Иногда это просто затягивает очень много времени, забирает, да, но нигде без этого нельзя. То есть а так, а так, так очень вроде простенько. Понял, слышишь? Как на меня, как на мой первый бизнес, мне показалось это очень просто. А откуда приехал? С Украины. Понял, скажи, вот говорят, что в Евросоюзе очень высокие налоги. Здесь как налоги? Высокие? Нет, ну в принципе, мне кажется, как бы они везде видны эти налоги, а готов платить их очень даже по правилам и по стоятам, потому что видно везде, где они вкладываются. Поэтому я не считаю, что это высокие налоги. Ну то есть по другим странам Евросоюза здесь невысокие налоги? Ну, к сожалению, я не так часто путешествую, поэтому я не могу сказать, насколько они там высокие, какая там разница. Но здесь, здесь они особо не чувствуют. То есть здесь можно и заработать, и заплатить налоги, и себе ставить, и все, 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 лишь бы было желание. Я понял. Вот если, допустим, приехать в Прагу и захотеть здесь остаться жить без английского и без чешского языка вообще возможно? Вот так сориентироваться? Вполне. Да? Вполне. То есть количество поязычного населения здесь, ну если мы говорим о поязычном, да, то очень высокое, поэтому сложностей с этим, я думаю, никаких не будет. Язык, то есть сами чехи понимают, как бы немножечко славянские, они же похожи эти языки, поэтому как-то всегда можно договориться, все что-то знаем, все как-то иницируют, поэтому с этим проблемами. Понятно, вот жильем как тут вообще ситуация встает? Жильем, ну так, очень-очень интересно, но все же смешно, то есть ну очень дорого. Очень дорого. Это если аренда? И аренда, и покупка, и высокий очень спрос, мне кажется, поэтому... Ну средняя цена сколько за однокомнатную квартиру? За покупку? Ну нет, вот если в аренду и покупку. В аренду? Ну, мне кажется, в аренду однокомнатная тысяч... Вам в кронах или в какой-нибудь? Ну да, можно в кронах, я переведу. Давайте в кронах. Я думаю, что где-то начиная от десяти. Это пятьсот долларов? Это где-то да. Четыреста долларов? Ну да, но это начало, да, и скажем так, то есть это в зависимости в какой части Праги это было. Илья, просто не был в Швеции. Я не был, я же говорю. В Стокгольме там начинается от двух тысяч евро. Но это только самый минимум, если повезет вот так вот, да, скажем. И, а покупка, я уже не знаю, наверное, миллионами просто считается. То есть, при том, ну, я думаю, что в Швеции тоже заработают. Вот, поэтому можно там и от сверки начинать обвинить. Ну, полторы-две тысячи евро. Десять тысяч крон и выше. Десять тысяч крон и тысячи двести евро. И выше. Да. Причем дальше переставал. Наверное, здесь не так было. Что бы хотел пожелать тем, кто вот планирует приехать сюда туристом, там, постричься? Ну, не сам что-то такое, но какие-то общие слова. Ну, постричься, приходите, конечно, к нам. Вот, мы будем очень рады со всеми познакомиться, со всем всем все рассказать. Как сможем тепло-можем. Подскажем какие-то интересные места, дам хорошую стрижку, позаботимся. Вот. А тем, кто хочет переезжать в Чешскую Республику, ну, набраться, наверное, терпения и старания. Как показывает практика, что это очень много занимает время, поэтому, наверное, самое важное – это терпение. Я понял. Ну, вообще, это круто. Я делаю любое перемещение, мне кажется, круто. Если бы предложили вернуться обратно, все, бросить здесь и… Я, как бы, наверное, не хотел бы обратно, может быть, куда-нибудь дальше, да, но…